В воскресенье Церковь почитала икону Божьей Матери Неополимая Купина, а также память святителя Иосафа Белгородского и благоверных князей Петра и Февероний, покровителей семьи. Глава Среднеазиатского митрополитического округа в этот день совершила литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента. Сюжет по материалам пресс-службы Ташкентской епархии. За богослужение был прочитан евангельский отрывок от любви к Богу и любви к ближнему. Господь сказал, что мы должны любить Бога всем сердцем своим, всей душой и ближнего любить как самого себя. Господь – наш Создатель, имеющий неперестанное попечение о каждом. И наша любовь к Нему должна бы быть естественной. Более того, если человек ослабевает в любви к Богу, он постепенно отдаляется и от других людей, черствует душой. Так мы оскудеваем и в любви друг к другу. Наша любовь к Богу должна быть разумной. Господь – это от всего сердца, от всей души, от всего своего разума любить Бога. Вот Господь вразумляет нас всякими вот этими трудностями, скорнями, которые бывают в этой жизни, чтобы мы понимали, что мы в руках Божьих, что Господь, Бог является нашим руководителем во всех сферах нашей жизни. И мы должны с вами научиться жить в предотчании Божьей. Есть две силы – божественные и дьявольские. Если человек не выполняет волю Божьей, не любит Бога и не проявляет любовь к Богу, то к нему присоединяется другая сила – сила бесовская, дьявольская, антихристовая, сила зла, которая является силой разделения. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодняшнее Ивановское чтение призывает нас к любви к Богу и ближнему. И чем больше мы, эти добродетели, будем ее развивать, тем больше мы будем жить в мире и согласии, любви и уважения друг к другу. Ярким примером взаимного уважения, верности и любви для многих поколений русских людей были и остаются покровители православного брака – святые муромские князь Петр и его супруга Феврония. Они показали нам образ жертвенного служения друг другу в семейной жизни. Показали пример, что никакие земные трудности или какие-то финансовые недостатки не должны мешать семье, чтобы она жила в мире и согласии между супругами. Любовь друг к другу, между супругами, между женой и мужем, она должна быть на первом плане и все остальные невзгоды этой жизни, трудности этой жизни, скорби, болезни, беды и финансовые какие-то трудности не должны разрушать семейные условия. И Петр и Феврония как раз в этом и показали свою любовь друг к другу, и никакие невзгоды жизни не могли сломить их любовь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!